Предположим, к вам в гости приехал какой-то старый друг из-за рубежа, который не был в Риге, но последние хотя бы лет пять. Что он увидит? Ничего себе, как развивается центр города. Что-то везде строится, что-то уже построено вроде бы, но что-то тут не так. И это что-то отлично видно вот по этой велоэстакаде. Рижская дума построила ее в рамках реконструкции набережной генерала Радзеня. Эстакада готова, а мост, к которой она должна присоединяться, нет. Использовать эстакаду по назначению нельзя, а значит, есть риск, что придется возвращать Европе средства, которые были на нее потрачены. Такая информация вчера появилась в СМИ. Мы свою часть выполнили, мы построили эстакаду. В рамках Рейл Балтики должны были построить мост. И это все в единой комбинации позволило бы студентам добираться из Торнякалса и по рамке спускаться в центр города. Мы свою часть сделали. Другая страна свое обязательство не исполнила. Так а где мост? Пока в стадии строительства. Но деньги, чтобы закончить его полностью, еще не выделены. И будут ли, не ясно. Заказчик «Эйропос Делстерлиниес». Там говорят, что мост строят по нехарактерной для Латвии технологии. Когда сначала выстраивают опоры, а потом от них симметрично наращивают пролеты. И если процесс остановить, то висящие пролеты могут начать прогибаться. Их придется подпирать, а это дополнительные деньги, которых и так нет. В общем, мост нужен всем и поскорее. Нелогично, что мы должны из-за этого страдать. И вот эта проблема, с которой сталкивается весь проект Реал-Балтика. Объекты строят не в порядке какой-то определенной логики, а в порядке, на что удалось получить деньги. Правильно ли это? Ну, сказать трудно. Но с другой стороны, если деньги дают, то как можно не строить? Раздает и, соответственно, отбирает европейские средства в Латвии Центральное агентство финансов и договоров. Там рассказали, что по их информации мост построят, эстакаду к нему подключат. Значит, функции проекта будут выполнены. Но если нет, деньги могут попросить назад. А это чуть более 1 миллиона евро. Сейчас длится пятилетний период надзора. Мы будем следить за развитием ситуации. Вполне возможно, что будет предложено какое-то другое применение этой рампе со стороны Рижской думы. А есть ли возможность, пока мост не построен, использовать этот объект как-то еще? Поставить там скамейки или как арт-объект? У нас была мысль сделать там смотровую площадку. В этом году там активная стройка, и вид на стройплощадку не столько привлекательный. Но когда работы завершатся, такое временное применение может быть. Если такое решение будет предложено, оценим, насколько оно соответствует цели проекта. Ведь цель – совместимость с инфраструктурой, которая далее будет построена в проекте Рейл Балтика. Но пока Рижская дума решает, что делать с этим объектом, кто-то уже начал приспосабливать его под свои нужды. Предположительно, для занятий спортом. А кто-то здесь отдыхает, культурно и не очень. Период надзора за реализацией проекта этой эстакады должен завершиться к 2029 году. Тогда станет ясно, придется отдавать Европе миллион или нет. Сергей Герасимов, Егор Статс, ЛСМ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова